Много стало всяких новостей И кажется, что слишком часто я уже стал записывать передачи Тем более, что YouTube их блокирует И они недоступны подавляющему большинству моих подписчиков Поэтому я пытаюсь перейти на Бастион Там тоже бесовщина какая-то царит Один какой-то урод приходит и все время меня нервирует Ничего не читая, ничего не просматривая Просто по факту приходит и проставляет мне нижайшие оценки Из всех, которые возможно Не то, чтобы это меня сильно волновало Но неприятно, что деятельность таких ублюдков успешна А поддержка со стороны друзей недостаточно Ну, потому что низкая оценка одного урода Она как бы убивает десяток высоких оценок со стороны друзей И друзей должно быть не в 10, а в 100 раз больше Поэтому я призываю переходить на Бастион И друг друга поддерживать там Потому что здесь территория более свободная Чем в других социальных сетях И тем более на YouTube, где царствует цензура Поэтому я вынужден некоторые слова не произносить Чтобы автомат их не вычислил И мой ролик не забанили А идет то, что мы сейчас видим Идет подготовка к транзиту власти, так называемому И начинают формироваться группировки Которые будут эту власть делить после Путина Я думаю, что Путин сам никуда не уйдет Ни под каким видом Хотя властвовать он не умеет и не любит Управлять страной он не может В силу отсутствия образования и способностей Но он любит те привилегии, которые у него есть Он только таким образом защищает Продолжая оставаться на посту президента Неправедным образом захватив его Он таким образом защищает свое окружение И свою родню, которые воспользовались этим захватом И обогатились невероятно И в какой-то мере защищает свою жизнь и свободу Поэтому он никуда не уйдет Это надо четко себе знать Что никакая отставка не может быть Только вперед ногами Только вперед ногами И видно, что это существо ослабевает И рано или поздно передел власти произойдет И уже началась создаваться диспозиция В которой происходит торг между разными группировками Все они, безусловно, являются омерзительными Но уже есть вот эта группировка финансистов И группировка силовиков Уже обозначили, что они существуют И будут конкурировать между собой За президентский пост На самом деле за право дальше грабить страну И лично обогащаться У меня нет никаких симпатий Никто не к другой стороне А третьей стороны нет Третьей стороной должны были бы быть Разумные русские люди Эта сторона не выстраивается Да, возникают центры сопротивления Сатанинской власти Возникает собор православных мирян Но он скошен в одну только сторону Это противодействие тому безумию Которое сейчас калечит здоровье очень многих людей И противостояние цифровизации отчасти Но это касается всех христиан Согласны ли они с медицинскими рекомендациями Которые им навязывают или нет Тем не менее цифровизация касается всех Потому что она всех нас превращает в биомассу Мы не хотим и поэтому сопротивляемся Есть там тоже некоторые группы Которые формируются в православной среде Есть гражданские инициативы Которые сейчас назревают, вызревают И может быть они какое-то влияние окажут Но у них нет ни средств Ни доступа к массовой информации Ни достаточно ярких лидеров Чтобы они могли перебить Те ресурсы, которые есть в руках Вот этих двух группировок Чекистской и финансистской В финансистской группировке Явно прослеживается претензии Такой ничтожной и подлой фигуры Как Сергей Кириенко из Рейтель Стать лидером И кто за ним пойдет Или по крайней мере он претендует На поддержку вот этой части Таких ультралибералов Ультраграбителей Это там Кудрин Это Добиулина, Силуанов Герман Греф Вот эта среда Которой здесь ничего не жалко Для которых уничтожение России и русских Это просто как нечто совершенно естественное Даже не надо об этом объявлять Или думать об этом Это просто как бы сущность их натуры Такова Истребить русских, православных Истребить всю память о России И просто здесь заровнять территорию Она просто удобна для использования Когда русских не будет Для них это самое то Кириенко направил своего сына На владение социальной сетью ВКонтакте Она фактически продана И теперь будет под управлением Вот этого семейного клана Кириенко создал свою группировку В свою секту В Государственной Думе Для того, чтобы как-то озвучивать То, что необходимо Конечно, их никто не выбирал Эти там новые люди какие-то появились Все люди абсолютно старые Ничего там нового нет Это просто инструмент для Кириенко И для администрации президента Ну и сама его позиция В которой его разместили Это контроль за всей деятельностью Внутриполитической деятельностью За всей внутренней политикой В администрации президента По сути дела там есть В общем такая номинальная фигура Как глава администрации Она в основном занимается Протоколом, международными делами Там хозяйственными всякими задачами А Кириенко занимается Всей внутренней политикой Всеми выборами Соответственно, ему очень удобно Этот процесс готовить под себя И еще несколько таких Малозаметных, может быть, действий Показывают, что Кириенко намерен Не просто намерен А он, скорее всего, пользуется Поддержкой самого Путина Потому что для того, чтобы Ельцин Заместился как-то кем-то Чтобы кем, кто ему был бы безопасен Надо было найти просто Крайнего подлеца Вот как бы подлее не нашли Смена состоялась Здесь нужно еще подлее человека Еще мельче, ниже ростом Без образования, без интеллекта Вот нашли Сергея Кириенко Его крупнейшая подлость Ему предложили стать инициатором дефолта В 98-м году Назначили премьер-министром Без всяких на то оснований И, пожалуйста, вам дефолт Который разграбил вообще все накопления Которые за предшествующие десятилетия Появились у людей Которые как-то там пытались Заниматься бизнесом Или какими-то инвестициями Своих невеликих средств Вот все это тогда было уничтожено Разграблено Был такой фиктивный дефолт И автор этого дефолта Это Сергей Кириенко С настоящей фамилией Израитель И его единственное образование Это секта Рона Хаббарда То есть это просто сатанист Самый настоящий Именно поэтому его назначали На высокие посты Потому что в подлой системе Подлец всегда найдет себе место Он занимался Был главой Росатома Не понимая в физике атома И в атомной энергетике В хозяйстве Вообще в чем-либо Ни ухо ни рыло Вообще не имея Никакого образования Никакого Вот формально Там какая-то корочка У него есть Но на самом деле Его мировоззрение Его навыки Это сектор Рона Хаббарда Вот ну Кому интересно Тот посмотрит И другая сторона Силовики Пока там у них идет Видимо пока трудно Им как-то консолидироваться Потому что им надо Обслуживать хозяина Вот Ни глава ФСБ Ни глава Министерства обороны Не могут что-то так Вякнуть Более-менее внятного Скажем так Генеральный прокурор Не слишком еще пока Авторитетен Прославлен в основном Борьбой с экстремизмом Больше За ним нет никаких Значимых деяний Я думаю что это Единственное что он вообще умеет Бороться с русскими людьми С русским мировоззрением Цепляться за любые высказывания В сети Ничего системного В его работе никогда не будет И он ни на что не претендует И Бастрыкин Глава Следственного комитета Вот он что-то такое там провякал Может быть это и есть тоже претензия На какое-то лидерство В силовом блоке Но он уже стар И чрезвычайно глуп Следственный комитет Тоже в полном развале находится Следственное дело Под его руководством разрушено Непрофессионализм И безумные Репрессивные действия Против вполне законопослушных людей Это Образ деятельности Следственного комитета И вот Бастрыкин Что-то там Не в официальном интервью А в какой-то там Хоум видео Рассказал свое видение Там на разные темы Что ЕГЭ нужно отменить Что цифровизация Это не совсем то Что нам нужно Что-то таким Достаточно кондовым языком Рассказал то Что может быть Мило сердцу Русского человека Но Обманываться здесь невозможно Ничего там русского нет И рядом быть не может Тем не менее Русская политика Ну насколько она вообще Возможно Сегодня Может Существовать Только в столкновении Вот двух этих Мерзостных группировок Поэтому Так или иначе Где-то должны Найтись Переговорщики Которые Поддержат Либо одну Либо другую сторону Хотя в общем-то Ни та Ни другая сторона Поддержки Не достойна Скажем так Сторона Кириенко Это заведомо Враждебный Для русских Там вообще лучше Туда не касаться Чтобы Не испачкаться Потому что Испачкавшись этим Уже можно Не отмыться никогда С силовым блоком Может быть Какие-то Переговоры Будут Возможные Ну вот Для лидеров Тех Инициатив Которые созревают Сейчас Тех Невеликих сил Которые Без ресурсов И под Давлением Репрессий Не могут Развиться Возможно Какие-то Переговоры С силовым блоком Если он будет Выдвигать Своего Кандидата Но только В том Случии Если Этот блок Всерьез Желает Спасти Страну От Бесовщины Которая Смывает Можно сказать Из истории И от Изменников Предателей И воров Которые Сгруппировались Вокруг Путина И как только Путин уйдет С ними Хорошо Было бы Расправиться Тогда Может быть Тоже Это не гарантированно Может быть Россия еще Протянет Некоторое время И какие-то Шансы Уйти С гибельного Пути И выйти На путь Продолжения Собственной Истории Возникнут Ну По крайней мере Еще один шанс Какой-то Будет дан С Кириенками Израителем Все Там Никаких шансов Нет Заведомо Нет никаких шансов Потому что Для них России Как исторической Присущности Нет Нет И быть не должно Россия должна быть забыта А у силовиков Ну Они привыкли к некоторой такой риторике Псевдопатриотической Может быть там в голове Что-то Начало От этого ворочаться Правильные слова Произносятся Может быть там Кое-где у нас порой Возникнет Какой-то Правильный склад Мысли Одной Или двух И тогда Можно будет Зацепиться За это И тогда Русским придется Делать Какой-то Выбор И выбирать Тогда придется Не из плохого И очень плохого Сорта Чертей Лучше не выбирать А придется Выбирать Между Заведомой Гибелью В самое Ближайшее Время И некоторым Весьма Призрачным Шансом Все-таки Выжить Если Такой шанс Нам представится Может быть Следующий шанс Мы сможем Заслужить И тогда Спасем Россию И история Нашего рода Продолжится Слава Руси Господи Спаси Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова